доброе утро страна просыпаемся потихоньку а для этого прямо сейчас мы проведем утреннюю зарядку и сегодня мне помогает по традиции уже александра это йог инструктор александра доброе утро что будем делать доброе утро доброе утро всем и сегодня у нас силовое упражнение да мы будем укреплять ноги и спину правая нога будет впереди а левая на достаточно длинный шаг назад отведена старайтесь стать удобно и мы начинаем с этой позиции поза называется вирабхадрасана или поза героя на вдохе мы вытянем руки вверх а на выдохе мы присогнем нашу правую ногу следите за тем чтобы колено было четко над пяточкой и в этом положении мы сделаем несколько дыханий почувствуйте что ваши ноги очень крепкие они устойчивы и ваша спина все время вытягивается вверх далее мы развернемся поперечный шпагат и почувствуем как наше правое колено медленно уходит назад будьте аккуратны особенно если у вас не очень хорошо растянуты ножки в первый раз это может быть достаточно сложно но со временем мышцы ваши укрепятся и осанка станет превосходной далее пашу конасана мы разворачиваем наши стопы на 180 градусов сгибаем левую ногу опираемся на нее локтем и вытягиваем весь правый блок пашу конасана переводится как вытяжение боковой поверхности голову поверните вверх и почувствуйте как правая нога вот самой пяточки весь ваш блок и ладонь вытянуты вверх мы сделаем спокойный вдох выдох и начнем выходить из позиции мы медленно развернем корпус опустим ногу перенесем наш вес опять с разворотом на правую ногу и уйдем в наклон руки положите по обе стороны от стопы аккуратно вытяните ваш корпус по бедру расслабьте шею и переведите ваше дыхание в обычный режим если очень больно вы можете немножко присягнуть колено но постарайтесь вытягивать заднюю поверхность бедра дышите ровно это позволит вам быстрее расслабиться и следующий переход мы согнем правое колено левую стопу поставим на носочек . поднимем вверх сгибая колено мы переложим правую ладонь перед стопой обопремся на две руки почувствуйте как вы тянете левую пятку в пол ваше колено ровное и ваша спина натянута как струна правая рука поднимется и вы еще дополнительно раза развернете раскроете плечевой пояс дыхание ровное постарайтесь не провисать держите свои ноги на мышцах правая рука вернется на пол мы выйдем в классическую планочку выведем правую ногу назад и вот сейчас одновременно две пятки будут толкнуться в пол немного на себя подтягиваем таз укрепляем мышцы живота ладонями отталкивайтесь от пола представьте что вы хорошо раскрываете плечи голову не роняйте держите шею ровной и длинной дыхание спокойно затем мы опустим коленки в пол и выйдем в позу младенца в которой мы можем отдохнуть опустим таз на пяточки а голову перед собой и вот теперь отдохнув и набравшись сил мы поднимемся и выполним комплекс противоположной стороны встаем на ножки и выстраиваем то же самое мы теперь влево левая нога впереди правая сзади широкий достаточно шаг почувствуйте что вы устойчивы не падаете руки через стороны вверх вдох хорошо раскрыта грудная клетка и на выдохе мы согнем левое колено почувствуем и проконтролируем что колено четко над пяточкой и ощутите что вы опираетесь также на заднюю ногу отлично спина держится ровно и хорошо раскрыть плечевой пояс прекрасная осанка далее мы начинаем разворачиваться будьте аккуратны левое бедро по-прежнему тянется назад раскрытие в поперечный шпагат вы почувствуете это в тазобедренных суставах здесь может быть легкое натяжение далее мы развернем стопы на 180 градусов согнем наше правое колено правой рукой локтем обопремся на него и вытянем левый бок голова повернута вверх прочувствуйте как от пятки до ладони все вытянуто словно бы кто-то под линеечку отстроил ваши суставы пятку колено бедро ребра плечо локоть и кончики пальцев все на одной линии затем рука опустится вперед и вниз мы мягко выходим из позиции разворачивая стопы на 180 градусов и остаемся в наклоне на левую ножку здесь мы также с глубоким выдохом уйдем ниже затем опираясь руками на пол мы выходим в выпад задняя коле задняя стопа поднимется на носочек передняя колена левое колено согнулась и наша левая рука поднимется воздух далее мы уложим левую руку в пол и выйдем в планочку классический вариант планки а для тех кто чувствует себя очень сильными мы сделаем чатуранга дандасану такой более сложный вариант мы согнем наши локти прижимаем к телу и отстроим тело параллельно полу это достаточно сложное положение редко кто из мужчин может его сделать если вы его сделали прекрасно далее мы поднимемся согнем колени и выйдем в позу младенца раскроете ваши коленки сделайте спокойный вдох выдох если голова достает до пола положите на пол расслабьте ваше тело а затем мягкой через округлую спину поднимитесь соберем колени руки через стороны вверх вдох и соединив ладони перед грудной клеткой представим что мы начали сегодняшнее утро с морского рассвета